К вечеру мы добрались до края Лафатенских островов. Чем дальше на север, тем скуднее становится природа. Но мы уже достаточно далеко на севере. Ну реально я не понимаю, за счет чего они живут здесь. По дороге к этому поселку мы не встретили ни одного человека. Это было очень странно. Причина очень интересная. Оказывается, у них у всех каникулы. Король ушел в отпуск. И вся Норвегия на 4 недели ушла в отпуск. Эта часть видео может показаться скучной и нединамичной. Нас ждет длинный путь. И много мыслей вслух, о которых я хочу с вами поделиться. Сейчас на улице 7.15, но выехали мы в 7 часов. Потому что в 8.45 паром. И он достаточно длинный, он тоже идет там где-то 2 часа. Он ходит всего 3 раза в день. Из вот этого города Анденес. Это уже самый край Лафатенских островов. То есть здесь уже все, заканчиваются Лафатенские острова и дальше начинается материк. Куда идет паромная переправа? Сеней. Туда. Мы не смогли купить билеты. Их просто нету, потому что, ну, точка такая, достаточно популярная. Надеюсь, что мы влезем. Мне бы это очень хотелось. Очередь люди занимают с вечера. Паром, но он небольшой. Он однопалубный. Ну и достаточно маловместительный. Ну, надеюсь, что мотоциклистов пропустят. Пока я один. Может быть, еще кто-то подъедет. Ну, здесь все. Здесь реально север. Хотя сейчас поднялось солнышко. Ну, как оно-то, правда, и не садится. Оно за горизонт не уходит. Оно получается, что поднимается, проходит над горизонтом и опять поднимается. С теми правдами и неправдами, но нам удалось попасть на этот паром. Это была радость и одновременно грусть. Очень грустно было покидать Лафатены. Это то место, где нужно побывать. И сюда хочется возвращаться. Но мы едем дальше. К новому для нас миру. Миру Крайнего Севера. Два часа, ну, чуть меньше, где-то час сорок он идет. Стоимость 20 евро. Где-то так. Ну, главное, что мы переехали и не объезжали лишних 180 километров. До Нордкапа нам 563 километра. Было бы, конечно, неплохо их сегодня проехать. Время прибытия 17.47. Ты выезжаешь с туннеля и совершенно другие виды у тебя. Тогда я даже представить не мог, что меня ждет впереди. И какие это будут 600 километров. И самое главное, во сколько я доеду до намеченной точки. А все потому, что Норвегия удивляет за каждым своим поворотом. Как красиво. Посмотрите на вот эти бухты. А вот по мостику пройти нельзя. Приват. Слушайте, не верится. Вот тут вот реально цвет воды, это, ну, как на Мальдивах, наверное. Я не был на Мальдивах, но, судя по фотографиям, это очень-очень впечатляет. Просто такие, знаете, места вообще обалденные. На улице 21 градус. 300 километров за полярным кругом. 21 градус. Супер. Не, ну должно же нам хоть в чем-то повезти. Ну, ладно, с рыбой не повезло. Ну, будем надеяться, что как-то с погодой что-то нам наладится. Вау, какой красивый туннель. И главное, чтобы тут никто не выезжал. Какой-нибудь такой же мотоциклист, как я. Кстати, удобный вариант вот этого парома. Если на мотоцикле вы едете, вообще без проблем. Вы приезжаете чуть ли не к посадке, и мотоциклистов ставят, потому что вы стоите в отдельном месте, и как бы никто ничего не дергает. Ну, сейчас у нас такая дорога вот, как бы вот так вот. Ничего особого, просто вот прямая дорога. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал, если будете ехать в Норвегию, то в самом начале пройти вот те южные регионы, там, где достаточно много красот. Ну, вот у меня лично, у меня мысли такие, так, надо доехать, надо увидеть эту точку, надо поставить галочку, что ты там был. Ну, это действительно определенная галочка, такая жирная, может быть, в жизни любого мотоциклиста доехать до Нордкапа. Везде такие водопадики льются красивые. Ну, вот эта дорога, что интересно, да, она везде вот усеяна вот этими водопадами. Просто едешь вдоль, и они один, второй, третий, четвертый. Вершины просто не видно, но сейчас мы будем где-то входить в туннель и проходить уже эту гору, и выходить на другую сторону. Ну, там тоже есть Фёрд, но я так понимаю, что туннель тут немаленький. Оказывается, там сейчас убирают туннель. Убирают туннель, и поэтому придется ждать где-то минут сорок. Что это? Теннадцать минут. А, теннадцать минут, супер. Это не первый раз, когда я видел, что туннели моются. Но при всем при этом они не только моются, они еще и пылесосятся. Вот такая она. Норвегия. Косота, конечно, не тушеная. Ну, если честно, то чуть-чуть уже подустал. Если же усталость накапливается немного. На улице, на секундочку, в восемь часов вечера. В восемь часов вечера. Девятнадцать градусов. Уже, наверное, четыреста километров, даже, наверное, больше. За полярным кругом. Солнце в зените. Фантастика. Просто фантастика. Ой, ой, леса. Лиса, леса, леса просто побежала. Просто себе прогулялась леса. Решила перейти дорогу. Красотка. Сейчас я попробую выбежать отсюда. Выбежать, выбежать из этого грозового фронта. О, ой, 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 останавливаться нельзя. Он за мной. А за мной там нормально так. В горах там оставайся, дождик. Сейчас надо поставить телефон, зарядить. А то он уже умирает. Будет мне рассказывать. И надо не забывать сваливать. От того дождя. От той бури. Потому что, блин, если я в нее попаду, это будет задница тебе, Александр Юрьевич. Дружище, ты хоть подсознательно понимаешь, где ты находишься? Это пипец. Где мы с тобой находимся? Где я? Что я? У меня в мозгах не укладывается. Ого, что-то тут бегает. Олени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто она поражает, она, блин, я, у меня нет слов Нордкап, 157 километров Мы приближаемся к этой цели Дима Торзок Вот она, уже видно коммуна Нордкап А сколько же там живет людей в этой коммуне? Вот сейчас будем так же заезжать в достаточно такой уникальный туннель Объясню почему Этот туннель соединяет остров Магирей с материковой Норвегией И имеет уклон 10% от максимального Общая его длина около 7 километров Но уникальность его в том, что он уходит под воду на 212 метров С обоих концов туннеля есть двери для защиты от холода Они автоматически закрываются, когда температура падает ниже определенной В самой нижней точке может образовываться туман И вы это сейчас видите И так, конечно, тут жутковато Вот автоматическая табрама, которая опускается Все Офигеть Это пипец какой-то Это так красиво Солнце светит так, что офигеть можно на улице 0001 Одна минута первого Нам осталось 24 километра И мы на самой северной точке континента Норд Кап Чудик, мы приехали Мы сюда добрались Я сюда доехал Я здесь Я сюда доехал Я сюда доехал До нас была эта мечта Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин И мой чудик тоже здесь Ты тоже сюда доехал Он даже улыбаться стал Красавчик мой Доехал Доехал У меня аж это, знаете, эмоции переполняли Когда я там возле этого знака остановился Я такой Блин, я мечтал об этом Ну, лет пять А это мои новые знакомые с Вильнюса Ну, с Литвы Сегодняшний день еще раз подтвердил Что тайминг в Норвегии не работает За сегодня я проехал 600 километров За 18 часов Прогноз погоды оправдался И утро не было таким красочным Именно по этой причине Мы приняли решение Приехать сюда ночью Твою мать Это что? Я где? Вчера было лучше Это пипец какой-то, блин Вот как можно так ехать, да? Ну, как-то ж можно Даже нужно Пипец Просто пипец Вот такое оно Непредсказуемое лето на севере 10 градусов Твою мать Виды, конечно, тут открываются Хорошие Открывались бы Вак на велике нормально Слушай, а как ты вот тормозишь Расскажи мне Колодки не греются И ладно, я хоть мотором Это была крайняя точка На которую мы должны были попасть Вот в этой всей поездке Но Еще ж не финиш Еще на нашем пути будет Финляндия Швеция Польша И тогда уже Украина Потихоньку Потихоньку Медленно Но уверенно Мы движемся К выезду С Норвегии Движемся К Финляндии Нам до границы С Финляндией Сто пятьдесят километров Нам тоже это нравится Сюда тут ехали Вот там Винляндия Десять километров Лучше я постою Я хочу поблагодарить Норвегию За то, что она Сопровождала меня Своей любовью И заботой Спасибо тебе большое С границы Норвегии Я уже Почти там Друзья, конечно, капец Эмоции меня переполняют Норвегия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok